Привет, друзья! Это Forbes Digest и первые шаги миллиардеров. Сегодня мы расскажем вам об эпатажных бизнесменах, миллиардерах с удивительными судьбами. С чего начинали? Нынешний президент США Дональд Трамп. Я очень стабильный генис. Когда-то пытавшийся стать президентом России Михаил Пирохоров. Поговорю кидать с закрытыми глазами. Давайте кидайте с закрытыми глазами. И Ричард Брэнсон, который к власти не рвался, но английская королева наградила его титулом сэра. Героев этого выпуска объединяет еще одно. Все они родом из состоятельных семей. Но вопреки расхожему убеждению о богатых сыновьях, капитал своей семьи они не потратили, а приумножили. Шикарные интерьеры, в которых мы записываем это видео, это офис юридической компании DSL Service, партнер этого выпуска. Ась, привет. Привет. Слушай, у вас тут так красиво. Я был в юридических компаниях разных, но такого, честно, не видел. Это просто какой-то Лондон, район Белгравия. Для чего это нужно? Это нужно для клиентов, для наших. Сколько они здесь у вас проводят времени? Потому что тут атмосфера, как в дорогом бутике. Слушай, ты правильно говоришь, и компания тоже бутиковая. Поэтому они здесь проводят времени столько, сколько им хочется. Мы всегда нашим дорогим клиентам рады. Два-три часа, сколько это бывает? Да, хоть три дня. Что у вас здесь за картины? Картины разные. Есть Воснецов, есть Репин. Картины Репина есть? Картины Репина есть. Клод есть. Это отвлекает клиента от... Ну, к вам, наверное, чаще всего приходит с проблемами. Да. И это расслабляет или для чего это? Ну, конечно, это расслабляет. Просто комфортно находиться в такой обстановке. Что такое вообще адвокатская тайна? Это... То есть, если я вот отсюда что-то узнаю и опубликую, меня посадят? Не узнаешь. Вот. Это, во-первых. Во-вторых, основной и ключевой вопрос в нашем бизнесе – это конфиденциальность, сохранение той информации, которую нам доверители передают. Из-за этих стен она не выходит. Кто ваш клиент? Это миллиардеры из списка Forbes или кто это? Знаешь, не только миллиардеры. Это могут быть и... Миллионерчики. И миллионерчики, да и не только... И миллиниалы. И миллиниалы. И миллиниалы тоже. Главное, что я могу сказать о наших клиентах – это порядочные люди. И то, что компания DSL ни при каких обстоятельствах и условиях не будет обслуживать чьи-либо противоправные интересы. Мы очень четко следуем этому правилу. Ну, если вам вот столько денег принесут и скажут, пожалуйста, нет. А были прецеденты? Да, конечно, я полагаю, были. И как? Легко отказываться от такого? Да. Ну, просто если, наверное, работать не с такими клиентами, это себе дороже обойдет. Ты знаешь, мы отказываемся не от такого, мы отказываемся от потери репутации. Самое дорогое, что у вас есть – это репутация. Это так. Не эти картины. Это репутация. Да, говорить о конкретных клиентах сегодня мы не сможем. Это строго конфиденциально. Но Дональд Трамп, кажется, может говорить абсолютно все, что хочет. И президентское кресло ему в этом не помеха. Если сейчас в Америке он первое лицо, то в глобальном списке Forbes его место только во второй тысяче. Состояние оценивается в 2 миллиарда 100 миллионов долларов. С чего начинал свой путь обладатель самого влиятельного аккаунта в Твиттере. Трамп родился в семье миллионеров. Отец – владелец строительного бизнеса, который принес ему 20 миллионов долларов. Характер у Дональда с детства непростой. И чтобы усмирить буйного подростка, родители отправляют его в военную академию. И это сработало. В академии Дональд становится спортивной звездой, побеждая в соревнованиях по футболу и бейсболу. Интересный факт биографии будущего миллиардера того времени. Трамп лично обучил курсантов передовой строевой подготовки и провел маршем по пятой авеню в день примирения во Вьетнамской войне в 1964 году. По словам Трампа, после выпуска из военной академии он подумывал о поступлении в киношколу, но решил, что недвижимость – наиболее прибыльный бизнес. Начал учебу в Фардемском университете, но через два года бросил и поступил в Уортонскую школу бизнеса Пенсильванского университета. Да-да, в ней же учился Илон Маск. О нем мы рассказывали в прошлом выпуске. В конце 60-х Трамп получает диплом и идет работать в компанию отца Элизабет Трамп & Сан. Первый проект, доверенный Дональду, жилокомплекс Свифтон Виллэдж в штате Огайо, рассчитанный на 1200 квартир для среднего класса. Спонсором этого проекта выступило государство. Под руководством Трампа-младшего компания сумела закончить проект в течение года, затратив на это 6 миллионов долларов, но выручка оказалась в два раза больше. Но Трамп быстро смекнул, что для работы с более амбициозными проектами ему нужно сотрудничать не с правительственными организациями, а сильными мира сего. Для этого нужны связи, топ-менеджеры, банкиры, нефтяные магнаты. Поэтому в 1971 году Трамп снимает апартаменты в самом сердце Нью-Йорка, на Манхэттене, где и знакомятся с влиятельными и нужными людьми. В том же году Трамп получил и контрольный пакет в семейной компании, которую, кстати, сразу переименовал в Trump Organization. Среди его наиболее известных проектов компании 58-этажная Trump Tower, Trump World Tower в 72 этажа и отель Grand Hyatt, реконструированный Комодор. Об этом объекте стоит рассказать поподробнее. В 1974 году Трамп, не без помощи новых связей, выиграл тендер на восстановление полуразрушенного отеля Комодор. Район, где располагался отель, тоже находился в плачевном состоянии. Тогда Трамп идет на сделку с мэрией Нью-Йорка. Крупнейшие банки города дают бизнесмену ипотечный кредит в 70 миллионов долларов. Перед Трампом поставили лишь одно условие – он должен был привести район в порядок. Фирма Дональда взялась за дело, и 6 лет спустя жители Манхэттена увидели 25-этажный монолит из стекла и стали в окружении новеньких и удобных для жизни кварталов. Спустя 20 лет половину прав на отель Комодор выкупила одна из крупнейших гостиничных сетей – Hyatt. После этой сделки состояние Дональда Трампа выросло на 142 миллиона долларов. К выбору места для застройки Трамп всегда подходил с четким бизнес-планом. Однажды он обратил свое внимание на участок напротив бутика Тиффани. Когда его спросили, почему именно это место, он ответил – у Тиффани всегда крутятся самые обеспеченные люди Нью-Йорка. Именно так. В середине 80-х в Нью-Йорке появляется 58-этажный небоскреб – Трамп Тауэр. Он моментально завоевывает славу элитного комплекса. Окна выходят на центральный парк. Внизу – череда бутиков и ресторанов. Все апартаменты были выкуплены в течение нескольких месяцев, а Трамп стал богаче на 200 миллионов долларов. С каждым днем империя Трампа становится все больше. Он покупает несколько казино и объединяет их в компанию Trump Hotels & Casino Resorts. Позже ее переименуют в Trump Entertainment Resorts Holdings. Часть своего состояния Трамп заработал именно на регистрации торговой марки «Трамп». На протяжении 20 лет совместно с телекомпанией NBC Трамп владел конкурсами красоты «Мисс США» и «Мисс Вселенная». В сентябре 2015-го он выкупил долю NBC и продал права на проведение конкурсов голливудскому агентству AMG. Стоимость сделки оценивается в 25 миллионов долларов. Но не все бизнес-проекты Трампа оказались такими же крепкими, как его небоскребы. И убыточная есть. Среди них футбольная команда Нью-Джерси Дженералс, авиакомпания Трамп Шаттл, производство минеральной воды и водки, университет, ипотечная компания, издание журнала и многое другое. В период финансового кризиса 1989-го года личный долг Трампа оценивался в 900 миллионов долларов. Долг его компаний в 8,5 миллиардов. Но он сумел реструктурировать бизнес и рассчитался с долгами за 5 лет. В 2016 году Трамп стал президентом США, хотя практически никто из политологов в это не верил. В демократических штатах, вроде Вашингтона, у Трампа низкая популярность. Там он набрал всего 4% на выборах. Удивительно, но миллиардер из богатой семьи вызывает доверие у рабочего класса, а не у элит. О его политической карьере судить не нам. Но в историю Трамп, безусловно, войдет как одиозный бизнесмен, который управлял крупнейшей экономикой мира. Расскажи о DSL. Что это за компания? Ты знаешь, DSL – это бутиковая компания, которая работает с первыми лицами бизнеса. Все услуги компании, наверное, можно поделить на две категории. Категория первая – это услуги, которые связаны непосредственно с сопровождением бизнеса. Бухгалтерия, налоги, корпоративное право. Если возникает необходимость судебно-претензионной работы, то мы представляем своих клиентов в российских судах и зарубежных судах. Вторая сторона – это личные активы. Вторая сторона – это действительно работа с личными активами клиента. Правильный выбор иностранного банковского счета. Правильное оформление брачных отношений, если этого хотят наши клиенты. Я правильно понимаю, что у вас не текучка клиентов, у вас их не так много, и с каждым из них вы работаете долгие годы. Вот в этом и заключаются, собственно, юристы высокого уровня. Это так. Компания «Десал Сервис» – это бутиковая компания. Клиенты не приходят по прямой рекламе. Клиенты, основной пул клиентов, он приходил и приходит по рекомендации из вот этого самого круга, про который я сказал, и с нами же и остается. Чем креативным вы занимаетесь? Ты знаешь, на самом деле многие проекты очень и очень креативные. К примеру, нужно купить недвижимость за рубежом. Нужно ее подобрать и купить. Этим тоже часто занимаются юристы. И правильно оформить. Нужно купить частный самолет. И с такими кейсами мы сталкивались. Доводилось особый интерес. Мы питаем к работе с иностранными диаспорами. У нас был опыт работы с болгарскими диаспорами в России, когда они здесь открывают и развивают свой бизнес. С предпринимателями из Индии. Мы участвуем в интересных процессах по слиянию и поглощению компаний. Когда, к примеру, американская публичная компания хочет купить российский актив. И разобраться, какое право применимо к этой сделке. Как сконструировать эту сделку правильно и обезопасить своего клиента в этом креатив. И это действительно интересная работа. Какая у вас география? Одним из самых больших преимуществ DSL Service является то, что клиент, обращаясь к нам, к примеру, в наш московский офис, получает поддержку во многих странах, где у нас есть партнерские офисы. Это где? Это Арабские Эмираты, Дубай. Это Англия. Это Киев. Это Гонконг. Это Кипр. И Швейцария. Вот обратившись к нам, он может быть уверен о том, что где бы проблемы у него не возникли, на каком бы континенте они не возникли, они всегда будут под нашим контролем, и мы сделаем все возможное, чтобы ему помочь и сделать это быстро. При работе с крупным капиталом цена ошибки очень велика, потому что действительно велик риск потерять актив, который предприниматель зарабатывал годами и десятилетиями порой, а потерять его можно достаточно быстро. Поэтому юрист, который работает с первыми лицами капитала, по моему мнению, должен обладать двумя характеристиками. Первая – это экспертность. Я подчеркну исключительно экспертность. А вторая – это репутация. В части экспертности я не говорю про идеальное знание законодательства в той области, в которой юрист работает. Это может быть корпоративный юрист, который работает с вопросами обслуживания компаний и регистрации, в том числе и за рубежом. Это может быть налоговый юрист или юрист, скажем, по гражданскому частному праву, по семейному. Но и этот юрист должен обладать широким кругозором и решать нестандартные задачи, потому что бизнесмены – это нестандартные люди, и задачи у них, как правило, тоже нестандартные. У нас был опыт регистрации и сопровождения строительства церкви на Кипре. Что это за история? Это вот такая история. Час работы юриста в DSL-сервис, в зависимости от его позиции и профиля, стоит от 150 до 1000 евро. Следующий герой нашего выпуска президентом так и не стал, зато славится своим даром вовремя выйти в кэш. Михаил Прохоров сейчас частный инвестор. В российском рейтинге богатейших бизнесменов России за 2020 год занимает 11-ю строчку, с состоянием в 11 миллиардов 200 миллионов долларов. Таких, как Прохоров, нулевые называли олигархами. Он, безусловно, один из символов списка Forbes в России. Даже Тинькофф был готов работать у Прохорова за хорошую зарплату. Мисси Прохоров за 100 миллионов. Прямо. Готов. Не знаю. Работать нравится. Какой должность? Не пыль, пожалуйста. Михаил родился в Москве в 1965 году. Отец был крупным спортивным чиновником. Возглавлял управление внешних связей Госкомспорта. Мама руководила кафедрой Института химического машиностроения. По нынешним меркам дом, в котором провел детство Прохоров, выглядит скромно, но в советское время считался элитным. В таких домах жили политики, генералы и прочие важные люди. Миллиардер вспоминает свое первое жилье следующими словами. Мой дом номер 12 на улице Кибальчича, где овощной магазин. Поэтому у нас были тараканы. Сейчас в этом доме квартиры на продажу нет. В соседней пятиэтажке однушка на первом этаже стоит 7 миллионов рублей. Но Прохоровский дом котируется выше, оценивают эксперты. О школьной жизни Михаила мало что известно. Отличник по прозвищу Жираф. Конечно, не потому, что долго соображает, а из-за роста 2 метра 3 сантиметра. Мечта баскетбольной сборной. В принципе, у меня рост нечто среднее, наверное, между... Ну, чуть ниже Жирафа, наверное, все-таки. А Жирафу, ну, у тебя все видно. После школы Михаил поступает в Московский финансовый институт, но учится там всего лишь год. Перед вторым курсом отправляется в армию служить в ракетные войска. Отношение к службе у него, кстати, достаточно патриотичное. Мое мнение, в армии должны служить все. Пока туда не пойдут дети элиты, порядка не будет. Это должно стать модно, круто и престижно. Парень, который не может или не хочет защищать свою страну, не сможет защищать своих родных. Мать, жену, детей. Писал Прохоров в своем блоге. После службы Прохоров вернулся в институт. Чтобы зарабатывать, идет грузчиком на железную дорогу. Но перестройка открывает новые возможности. Можно зарабатывать не руками, а головой Прохоров становится кооператором. В конце 80-х кооперативы были одной из первых легальной возможностью заработать миллион в Советском Союзе. На заработанные грузчиком деньги он вместе со своим товарищем Александром Хлопониным открыл кооператив «Регина». «Регина» изготавливала вареную джинсовую ткань. Вот такой модный первый шаг миллиардера Прохорова. У нас коммунисты сняли ответственность со страны и разбежались. Просто разбежались. Компартия управляла 70 лет, взяли и разбежались. И бросили наш народ, бросили фабрики, заводы. Это все стало загибаться. И вот в 90-е годы буквально все лежало под ногами. И можно было забирать любой актив, просто желающих было немного. Потому что эти активы не приносили доходы. Соответственно, нужно было рисковать, нужно было идти в банки, брать кредиты, забирать эти активы и, в общем, рисковать. А если ты помнишь, мы же не умели тогда ничего. Продукцию Прохоров сбывал на вещевых рынках. И довольно успешно с выручки смог купить себе «Жигули» 13-й модели. Но конец 80-х становится тяжелым моментом для семьи Прохоровых. Оба родителя умирают от сердечных болезней. Михаилу тогда было всего 23 года. Утрата сильно сблизила его со старшей сестрой Ириной. Ириной роль единственного кормильца в семье стала главной мотивацией будущего миллиардера. В начале 90-х судьба свела Прохорова с его компаньоном на долгие годы Владимиром Потаниным. Познакомились мы с ним очень забавно. Это было 31 марта 91-го года. Вот я пришел в Международный банк экономического сотрудничества. Был такой банк, бывший СЭВовский банк, Совет экономической взаимопомощи. Открывать счета для своей организации, для Интероса. И человек, который открывал мне счет, который со мной встречался, был Прохоров. Я зашел в вестибюль, мне навстречу идет такая каланча. Познакомились, разговорились. И вот как-то возникло понимание, что можем бизнесом вместе заниматься. Их бизнес-союз просуществовал более 15 лет. Вместе они основали сначала Международную финансовую компанию, а позже Онексим, которые отошли ряд государственных активов. В том числе пакет акций Норникель и Новороссийское морское пароходство. Конечно, ключевую роль в их богатстве сыграло время и приватизация. Именно она помогла выгодно скупить акции крупных компаний, включая Норильский никель, вокруг которой сегодня разгорелся экологический скандал. У нас было понимание того, что если не взять эти фабрики и заводы, если у людей не будет нормальная заработная плата, если не будут умирать целые города, то кто должен этим заниматься? И мы молодые ребята взяли, на себя риск. Вот я помню, когда мы рассматривали покупку Норильского никеля, мы искали партнера. Да никто не пошел. К началу 2007 года отношения между партнерами сильно ухудшились. В январе Прохорова задержали в Куршавеле, обвиняя в сутенерстве. Модели, съемки, скрыты камеры. Но все обошлось. Цитируя коммерсант, господин Прохоров, подозревавшийся в причастности к организации сутенерской сети, был задержан полицией зимой 2007 года на курорте Куршавель ни за что. Французские власти говорят, что так и не смогли разобраться в этом деле до конца. Сейчас в интернете распространили под видом интервью одной девушек, которая с вами там была. Она говорит, как-то он нас пригласил вдвоем, и мы подумали там, не дай бог, он что-то плохое нам предложит. И он вдруг попросил прочитать... А он предложил хорошее. Да, то ли Тургенева, то ли Островского. Знаете, это так удивительно, Михаил Дмитриевич, это правда? Слушайте, познакомьте меня с этими девушками. Очень хорошо. Тогда эта история не казалась смешной. Должен ли Михаил руководить норильским никелем, продолжать, после истории, которая в Куршавеле с ним приключилась. Вот мы здесь не сошлись, так сказать, в трактовке, да? Позже подозрения были сняты, но этот скандал послужил толчком к разводу с Потаниным. Вследствие этого Прохорову отошел аннексим. Прохоров и Потанин были не просто бизнес-партнерами, они были друзьями, даже жили в одном доме. Но позже пути Прохорова и Потанина разошлись. Это большая сага российского бизнеса. Почитайте об этом на сайте Forbes. Несколько статей мы прикрепили под этим видео. Потанин и Прохоров даже жили под одной крышей. Вот их бизнес-гнездо, подмосковный пансионат Лужки. Потанин жил в одном крыле дома, Прохоров в другом, точно таком же. Михаил Прохоров продал свою долю в норильском никеле Олегу Дерипаске и пошел совсем в другую сторону. На вырученные деньги миллиардер купил несколько медиакомпаний, например, РБК. Интерес к журналистике появился у Прохорова, когда он увлекся политикой. Прохоров вникал в стратегию, контент, время от времени предлагал купить другие медиа. Сам обзванивал гостей премии РБК, перечисляет его знакомый. Приход в начале 2014 года нового шеф-редактора РБК Елизаветы Осетинской, сейчас наделает канал на ютубе «Русский норм», ознаменовался серией резонансных расследований, в том числе про окружение Владимира Путина. Прохорова это настораживало, признает несколько знакомых с ним медиа-менеджеров, но в редакционную политику РБК он не вмешивался, только рекомендовал. Можно гореть не так ярко и не так быстро сгорать. Но именно РБК стал для него черным лебедем. Четыре года назад, прямо во время прямой линии с президентом, в основные офисы компании Прохорова нагрянуло ФСБ. РБК обошлись стороной. Вот этих РБК уйми, трактует сигнал один из бывших медиа-менеджеров Прохорова. Через две недели РБК поступил иск о защите деловой репутации от Роснефти. Сумма претензий превысила 3 миллиарда рублей. После этого в СМИ появились сообщения, что Прохоров выставил на продажу свои основные активы в России. Сошлось одно с другим, утверждает его знакомый. Прохоров давно искал покупателей на российский бизнес. В конце концов, летом 2017 года Прохоров расстается с РБК, продав контрольный пакет медиа-менеджеру Григорию Березкину. Михаил Прохоров – большой ценитель баскетбола, пожалуй, самый богатый в нашей стране. И это неудивительно. Высоченный Прохоров 2-0-3 с детства играл в баскетбол и долго финансировал команду ЦСКА. Но после расставания с Потаниным клуб ему не достался. Единственный актив, который Потанин при разделе не отдал Прохорову, как тот не просил, баскетбольный клуб ЦСКА принадлежит Норникелю. За 10 лет при поддержке Прохорова ЦСКА превратился в один из сильнейших баскетбольных клубов Европы. Намного позже Потанин признался Спортэкспрессу, что клуб всегда был идеей Прохорова. Помимо баскетбола, еще одна любовь миллиардера – это вечеринки. У миллиардера даже есть свой ночной клуб на Манхэттене, Уэбстер Холл и театр Парамоунт в Бруклине. На одной из вечеринок миллиардера мне удалось побывать. Во время Петербургского экономического форума он закатил мероприятие на набережной реки Мойки. Но чтобы попасть на праздник миллиардера, пришлось пройти фейс-контроль у него самого. Ну а громкие тусовки Прохорова в Куршавелле в прессе стали, что называется, мемом. Проект Прохорова, который мы так и не увидели, Йо-мобиль. Электромобиль – как бы наш ответ Илону Маску. Но один Йо-мобиль все-таки нашел своего статусного владельца. Мне дарили рубашки, костюмы, часы. Но машину и такую, которой нет ни у кого в мире, еще раз огромное спасибо, Михаил Микорович. Что сейчас происходит с этим Йо-мобилем известно только Владимиру Жириновскому, который, кстати, был одним из главных конкурентов Прохорова на президентских выборах. У них были самые жаркие дебаты. Ермольник, давай ты умрешь скоро, Ермольник. А почему? Вот я такой человек. Пожелаем скорейшей смерти В 2012 году Михаил Дмитриевич пробовал себя в политике. Тогда по итогам голосования он набрал почти 8%. Попытка прийти к власти не удалась, но была очень яркой. Миллиардера поддерживала Примадонна Алла Пугачева. Многие называют эту президентскую гонку договорной, но доказательств никто так и не увидел. У Трампа твиттер и конкурсы красоты. У Прохорова вечеринки и баскетбол. Какие же пристрастия у нашего следующего героя Ричарда Брэнсона? Но для начала о том, кто он. Ричард Брэнсон британский предприниматель, основатель компании Virgin Group, включающий в себя около 400 компаний различного профиля. Брэнсон известен широкой публике своими экстравагантными поступками, в том числе неоднократными попытками побить различные мировые рекорды. Родился Брэнсон в 1950 году и он тоже выходит с ней из простой семьи. Отец Брэнсона принадлежал к благородному английскому сословию. Одет, достопочтенный сэр Джордж Артур Харвин Брэнсон, был судьей высшего суда и членом тайного совета. В детстве Ричард страдал дислексией. Ему было трудно читать, поэтому успехов в учебе от него никто не ждал. Но для самого Ричарда это не было проблемой. В школе вместе со своим другом Ником они стали выращивать елки, чтобы продавать их на Рождество. Но идея провалилась. Все саженцы съели кролики, но даже из-за этой ситуации Ричард нашел выгоду. Кроликов, которых удалось поймать, они продали на рынке за 800 фунтов. Ну а первым успешным проектом бизнесмена был выпуск бесплатного журнала для молодежной аудитории. Стьюден в конце 60-х Ричард сумел организовать его окупаемость за счет рекламодателей. Привлечь их внимание помогли интервью со знаменитостями, например, вокалиста Rolling Stones Мика Джаггера и одного из основателей Битлз Джона Леннона. Следующий бизнес Ричарда связан с музыкальной индустрией. Во время путешествия по Ла-Маншу он скупал виниловые пластинки и собирал свою коллекцию. Кстати, название Virgin было придумано среди его коллег по журналу Стьюден. Первый год оказался успешным, а второй убыточным. Представляете, из-за того, что по стране прокатились забастовки почтовых работников. А пластинки своим покупателям Ричард доставлял как раз по почте. Тогда у него родилась идея открыть свой музыкальный магазин. Через некоторое время бизнес вылился в свою звукозаписывающую студию, заключающую контракты с малоизвестными исполнителями и впоследствии открывшую миру Sex Pistols, Rolling Stones, Filla Collins и Джанет Джексон. Так прошли для Брэнсона успешные 70-е. Чтобы зарабатывать еще больше, с 1983 года Ричард открывает множество компаний под брендом Virgin. Сферы абсолютно разные. Страхование, недвижимость, кино и даже напитки. Так появились компании Virgin Cola и Virgin Vodka. Но они не оказались успешными. Брэнсона занесло даже в авиацию. Тогда, в начале 80-х, создание новой авиакомпании в Великобритании казалось полным сумасшествием. Национальный перевозчик British Airways имел серьезную господдержку. Тем не менее, Брэнсон собрал все ресурсы империи и направил их на создание Virgin Airlines. Авиакомпания сделала ставку на ценителей роскоши. В стоимость билета бизнес-класса входил трансфер лимузином прямо до аэропорта, а на борту самолета работал массажный кабинет. Во время первого полета в арендованный Boeing 747 загрузили 400 человек знаменитостей журналистов и духовой оркестр. Полет сопровождался морем шампанского и новым хитом Мадонны Like a Virgin. Да, такая презентация подходит под слово роскошь, но на освоении воздушного пространства Ричард не остановился. В 1997 году Ричард взялся за то, что многие называли его самым рискованным начинанием, а именно железнодорожный бизнес. Как вы думаете, как он назвал свою компанию? Конечно же Virgin Trains. Такую бизнес-хватку невозможно было не отметить как на национальном уровне, так и на мировом. Достижение Брэнсона признала и Организация Объединенных Наций, и лично британская королева Елизавета Вторая. В 2000-м миллиардера торжественно посвятили в рыцарь, с тех пор он сэр Ричард Брэнсон. Сейчас Ричард ведет более размеренный образ жизни, еще бы, у него свой остров на Виргинских островах, Некер, у него там яхта, постоянно приезжают друзья, среди которых бывали и Евгений Касперский и Олег Тиньков. Неплохой образ жизни для 70-летнего миллиардера, который начинал с продажи рождественских елок, дошел до получения рыцарского титула и остался сейчас в амплуа любимого героя Форбс. Если вам понравился этот выпуск, ставьте лайк и мы продолжим снимать истории о первых шагах миллиардеров в бизнесе. А теперь конкурс для наших подписчиков. Напишите в комментариях под этим видео самую большую проблему в вашем бизнесе, которая случилась из-за того, что рядом не было хорошего юриста. Победитель получит оригинал картины известного художника 18-19 веков с документами. Второе место очную консультацию с юристом, если победитель находится в Москве и онлайн, если в регионе. Участвуйте. Теперь итоги прошлых конкурсов. Дорогим, мы просили вас придумать четверостишье о Forbes. Победитель Илья Ярков. Нам понравилось, это круто. Смотрите, что получилось. Эй, я, это Ярков, специально для Forbes. Поехали. Твое лицо на обложке Forbes. Ну давай, расскажи, какой ты босс? Сколько поднял, а сколько потратил? Залетел в топ или бизнес не качет? Воу, чем твой проект? Воу, чем твой секрет? Воу, какой там процент? Воу, 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 нет, ну это успех. Ща разберемся, пополним список, кто остался, кого съел кризис. Forbes все знает, всех отыщет. За кем стоит батя? За кем стоит личность? И второй конкурс был вместе со спаром в прошлом выпуске первых шагов миллиардеров. Нам понравилась история Лифар СК. Мы свяжемся со всеми победителями. Ребята, ждите. Это был Forbes Digest. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, следите за обновлениями. И помните, самое сложное это сделать первый шаг. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Продолжение следует...